В детской художественной школе Каспийска состоялась встреча с первым олимпийским чемпионом по боксу, заместителем министра спорта Республики Дагестан Гайдарбеком Гайдарбековым. Визит чемпиона связан с предстоящей спортивной выставкой воспитанников школы в музее «Россия. Моя история». И в связи с этим мы пригласили в детскую художественную школу, чтобы мотивировать детей, чтобы они понимали, что те герои, кого они рисуют, они находятся рядом с ними. Мы пригласили олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека Гайдарбекова. Данная встреча послужила тем, что дети будут знать своих героев спорта в лицо, будут знать, что они всегда находятся рядом, что они неравнодушны, и смотивировать детей, чтобы они пришли на выставку. Данная выставка является коллаборацией искусства и спорта, где около 150 художников рисуют картины в данной тематике. Выставку посетят чемпионы мира и значимые спортсмены. Дети смогут вживую увидеть своего кумира, а, возможно, и самого героя картины. В ходе встречи Гайдарбек Гайдарбеков отметил важность проведения подобных проектов для детей. Очень важно то, что вы сегодня здесь сидите, уже вы первый шаг к своему успеху сделали. Это очень важно. Почему? Потому что поблагодарите своих родителей, поблагодарите директоров, зауча, преподавателей своих учителей за то, что вас учат искусству. Сегодня мы очень любим, чтобы нас красиво нарисовали. Про нас что-то такое сделали, про нас, для нас спортсменов. Это очень ценится, это очень. Вы не думайте сегодня, что когда-то вы вырастите, это все потеряется. Нет. То, что вы сделали в молодости, оно никогда не потеряется. Кроме того, чемпион провел с воспитанниками художественной школы спортивную викторину на знание и истории чемпионов своей родины, а также разыграл небольшие призы. Очень важно знать своих героев в лицо, изучать историю спорта. Если вы это не будете знать, то тогда другая информация заполнит вашу голову, не такая чистая. Я считаю, что ребенок, он как кувшин. Какой информации запомнишь, то и будет там настаиваться. Спортивная выставка проходит в рамках проекта «Живой карандаш». Это команда художников, которая пропагандирует тематику спорта. На данный момент они привлекают еще больше людей к проекту и пропагандируют искусство в массы. Зародился этот проект в 2013 году. Я хотел вообще как бы оставить область изобразительного искусства. И просто мы с друзьями начали рисовать любимую тему. Нарисовали чемпиона UFC Джон Джонса. И удалось ему подарить этот портрет. И вот с того момента все пошло-поехало. Закрутилось-завертелось. Мы начали дарить чемпионам картины. Одно, второе, третье. После мы уже начали формировать из этого проекта. Идея создать детскую спортивную выставку появилась с целью мотивации молодых художников. Так, благодаря проекту, ребята смогут добиться больших успехов. И даже, возможно, заработать немалые деньги. Порой дети выдают настолько высококачественный продукт, что его хочется взять и реально использовать на какую-то афишу или в коллаборации с каким-то брендом. Но я вижу у этого проекта большое будущее. Потому что вот эти вот работы, которые они сегодня рисуют, мы после создадим сайт, где любой потенциальный наш заказчик может посмотреть картину ребенка и выбрать ее на какую-то масштабную историю. Например, на фасад дома, на картину в интерьере, на расписывание стен в своем спортивном центре. И то есть это все будет исходить от детского творчества. Стоит подчеркнуть, что из 150 картин будет выбрано 15 лучших работ. И именно их авторы получат призы, организованные при поддержке Министерства спорта. Также дети проведут завтрак с чемпионом мира. Есть такой менеджер Хабиба Нурмагомедова, его зовут Резван Магомедов. И у нас товарищеские отношения. Я ему предложил, сказал, у нас будет вот такой вот конкурс. Он сразу же поддержал эту инициативу. Он говорит, вообще никаких проблем нет. Потому что все, что касаемо детей, их творческого развития, он как бы за поддержать. Получается, придет чемпион в ресторан Щербет, придут дети, и у них будет совместный завтрак. Там они могут с ним пообщаться, задать свои вопросы. Отметим, что выставка будет проходить в музее «Россия. Моя история» в Махачкале 16 декабря текущего года и будет длиться около трех недель.